Друзья, здравствуйте! В сентябре 1938 года, то есть 85 лет назад, произошло одно из самых страшных дипломатических злодеяний, одна из самых, в общем, позорных действий, одна из самых позорных страниц в истории Европы, которая называется Мюнхенский пакт или Мюнхенский сговор. Проще говоря, это документ, по которому главные союзники Великобритания и Франция сдали в руки Гитлеру Чехословакию. Вот об этом мы сегодня и поговорим. У нас сегодня будет опять некоторое количество имен, и у меня сегодня не оказалось никакого лего или унесенных призраками под рукой. Зато малолетний сын меня обыграл в шахматы, но я его потом расчехлил в Чапаеву зато. И поэтому, я понимаю, что шахматы и политика это очень банально, но, тем не менее, так лучше, чем ничего. Начнем же! Многие, небезосновательно, считают Мюнхенский пакт началом, истинным началом Второй мировой войны. Это во многом так, во многом и не так. Я сегодня поясню, почему я, например, считаю, что войну начали раньше. Можно было бы все, наверное, остановить, но вот произошло так, как оно произошло. Но давайте посмотрим вообще, как оно так случилось. Ведь если так смотреть на исторический массив, Гитлер там набирал-набирал силу, выстраивал армию, значит, нацизм развивался, тотальная пропаганда. И вот он готовился, 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 и потом ухнул войну. А если посмотреть, Гитлер пришел к власти в 1933 году. События, о которых я сегодня буду говорить, произошли в 1938. То есть ему пяти лет хватило. И он всех обыграл дипломатически, обыграл вероломно, обыграл с помощью шантажа, угроз. Но, тем не менее, за пять лет всего это произошло. Это очень быстро. Вспомните, где вы были пять лет назад. Да это вчера вообще произошло. Ну, давайте посмотрим историческую канву. Первая мировая война закончилась. Если вы не видели ролик о Первой мировой войне, посмотрите. Он, по-моему, достаточно неплохой получился. Германия по итогам Первой мировой войны оказалась проигравшей страной. Соответственно, был Версальский мир. И были длинные документы объемные, которые описывали новую Версальскую систему мироустройства. И накладывали на Германию ряд ограничений, как на страну, которая Первую мировую войну развязала. Репарации, ограничения по армии и флоту. Немцы не могли иметь больше 100 тысяч человек армии. Что для такой страны вообще ничего. И, собственно говоря, территории, которые от Германии оказались отторнуты по результатам Версальского мира. Ну, во-первых, это Ильзас и Лотаринги, которые уехали во Францию. Во-вторых, это Саар и Саарский угольный бассейн. Это очень важная с точки зрения экономики и с точки зрения государственной инфраструктуры очень важная область. Саарский угольный бассейн управлялся Лигой наций. Тогда еще никакого ООН, никакой организации Объединенных наций не было. Была Лига наций. Вот она управляла Саарским угольным бассейном. Рейнская демилитаризованная зона. Посмотрите, где она находится. Это такая подушка безопасности между Германией и Францией. Вот из этой зоны должны быть выведены все войска. Никаких там укреплений немцы строить не должны. Войска Антанты туда после войны еще пару раз заходили. И вот эта территория, которая тоже очень важна экономически и стратегически, она в Германии, фактически Германии потеряла над ней контроль. Дальше вольный город Данцик. Посмотрите, где он находится. И так называемый польский коридор. Что это такое? Вот Пруссия. Вот Германия, скажем так, основная. И между ними вот эта дорога, это польский коридор, который выходит в Балтики, и вольный город Данцик. То есть две германские территории оказались разделены. Вот в таком положении оказалась Германия. Что еще важного? После Первой мировой войны появились новые страны. То есть, условно говоря, мы к ним уже сейчас привыкли, а на момент описываемых мной событий 1938 минус 1918-1919. Ну, 20 лет прошло. То есть какие страны появились? Ну, во-первых, распалась Австро-Венгерская империя. Соответственно, появилась Австрия, Венгрия, появилась Чехословакия. Во-вторых, распалась Российская империя. Независимость получили Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша. Ну, мы не пойдем по всей мировой карте, потому что тоже были сделаны географические и территориальные изменения. Нам важна Европа. Вот такая история. Вот эти новые страны. У них новая внешняя политика своя, собственная. У них собственный интерес, собственные экономики. Ну, и Советский Союз появился, как, в общем, во всяком случае, географический наследник Российской империи. И вот разные события произошли в Германии. Веймарская республика, парламентский кризис. Это не тема нашей сегодняшней программы. Наш тем, как, в общем-то, началась Вторая мировая война. И вот в 1933 году к власти в Германии приходит Адольф Гитлер. Друзья, ни для кого не секрет, что реклама в интернете сегодня стала одним из самых эффективных способов продвижения вашего бизнеса. Возможных вариантов рекламы огромное множество. И для того, чтобы выбрать самые эффективные, вам не нужно тратить свое время на изучение каждого из них. Теперь запускать эффективную рекламу можно через Елама. Елама – это единая платформа для продвижения бизнеса на 18 популярных площадках, среди которых Яндекс, ВКонтакте, Авито, Телеграм и не только. Одно из преимуществ сервиса – удобная оплата всех популярных рекламных каналов с одного счета. И простой документооборот, как в мобильном банке. Вам не придется проверять каждого контрагента отдельно, и с возмещением НДС тоже не возникнет проблем. Елама упрощает и маркировку рекламы. С 1 сентября этого года штрафы за неправильную маркировку огромные – от 500 тысяч рублей для юридических лиц. С Елама можно не бояться получить штраф, так как процесс маркировки автоматизирован и контролируется специалистами. А еще сервис позволяет работать по постоплате, что особенно удобно, когда необходимо масштабировать рекламный бюджет. В Еламе есть все необходимые инструменты для повышения эффективности маркетинга. От сквозной аналитики и анализа конкурентов до создания текстов и креативов. Во всем вопросам, связанным с продвижением вашего бизнеса, можно обратиться в любое время в службу заботы о клиентах. Поэтому, друзья, Елама я рекомендую всем, кто хочет запускать по-настоящему эффективную рекламу. Сервис полностью бесплатный, а все новые клиенты могут получить бонус 5000 рублей на рекламу. Еще больше подробностей по ссылочке в описании. Переходите. Приход Гитлера к власти в Германии тоже отдельная, важная и очень большая тема, о которой мы когда-нибудь поговорим, скорее всего. Сегодня мы ее не будем касаться, коснемся с Кольц, на самом деле. Она важна для последующей истории. Вот Гитлер приходит к власти. Он, естественно, захватывает всю внутреннюю политику. Он начинает заигрывать с финансовыми и промышленными магнатами Германии. Начинается тотальная пропаганда нацизма. Он начинает заигрывать с прусской элитой. То есть он начинает перетягивать на свою сторону военных. Но самое главное, он начинает юзать историю Версальских соглашений. Унизительный для Германии мир. Репарация. Страна отброшена. У нее отобрана колония. У нее отобраны территории. Страну поражение погрузило в экономический хаос. Так дальше жить нельзя. И вот это начинает становиться основной идеей вообще, на которой Гитлер выезжает. Что эти Версальские соглашения надо к чертовой матери отменить. Страну надо строить заново. Надо развивать свою экономику. И надо развивать армию. И вот проходит всего два года. Гитлер делает такую пробу пера. Царский угольный бассейн, который управляется Лигой наций. Которой де-факто не считается территорией Германии. Там начинается пропаганда. Многие историки, многие современники говорят, что и пропаганда в общем не сильно нужна была. Население Саара, это немцы, которые хотели быть с Германией. И вот начинается подготовка к плебисциту, на котором население Саара должно, Саарской области, должно ответить. Хотят ли они быть вот этой автономией под управлением Лигой наций, или они хотят присоединиться к Третьему Рейху, как тогда уже называется Германия. И плебисцит происходит 13 января 1935 года. И подавляющее большинство населения Саара говорит, да, мы хотим быть с Германией. Таким образом, Саарский угольный бассейн и Саарская область возвращаются в Германию. Реакция мировой общественности? Да никакая фактически. Англичане сквозь пальцы на это посмотрели. Французы начали бухтеть. Ну что-то их особо никто не услышал. Да, они в общем, ну как бы да, это же их территория реально. Да, мы их тогда ограничили, чтобы они там войну опять не начали. Ну вроде они пока же не собираются, никому они не угрожают. Это как бы еще и Гитлер-то ведь не до конца тот Гитлер. Еще и про концлагеря не очень слышно. Уже, конечно, есть и притеснение евреев, и запрет коммунистической партии, и задушенную свободу слова. Но это все-таки в Германии происходит. Так-то он особо никому не угрожает. Поэтому что, ну Саарский угольный бассейн, ну плебисцит, ну мы же тоже демократии, говорят во Франции и в Великобритании. Ну они решили, ну вот все, пусть они в Германию и уезжают. Оказалось, это был первый ход Гитлера. Как мы видим, никто на этот ход не отреагировал. И тогда, 16 марта 1935 года, всего через два месяца после Саарского плебисцита, Гитлер принимает закон о строительстве вермахта. А еще через два дня, то есть 18 марта 1935 года, динонсирует статьи Версальского соглашения и статьи позднейшего Лакарнского соглашения об ограничениях, которые были наложены на германскую армию и флот. Начинается строительство вермахта, начинается строительство армии. Первый шаг это увеличение количества сухопутных войск со 100 тысяч до полумиллиона. Ну казалось бы, ребят, какой-то звонок странный, да? 500 тысяч Гитлер готовит. Наверное, какая-то может быть война будет, вам не кажется? Это я так рассуждаю, как телезритель у телевизора, обращаясь к политикам Великобритании и Франции. Действительно начинаются консультации французов и начинаются консультации между французами и англичанами. И французы первыми проявляют озабоченность, потому что англичане на островах, а мы-то вот они здесь. И президент Франции Деладье встречается с премьер-министром Англии Чемберленом, и они начинают обсуждать, что Гитлер готовится к войне, что нам делать и так далее и тому подобное. Что делают хитроумные англичане в этой ситуации? Они говорят, да, это, конечно, звонок нехороший, а армию он строит, денонсация Версальского договора мирного, Лакарнских соглашений. Дайте-ка подумать, что бы нам сделать, чтобы предотвратить эту агрессию. А давайте мы встретимся с Гитлером. И начинается переписка правительства Великобритании и правительства Третьего Рейха. И чем бы вы думаете, эта переписка заканчивается? Заканчивается она англо-германским военно-морским соглашением. И вот это, конечно, точка, которая, мне кажется, извините меня, но это мое личное мнение, точка, в которой началась Вторая мировая война. Что в этом соглашении между Великобританией и гитлеровской Германией прозвучало? Великобритания благосклонно отнеслась к строительству вермахта. Это суверенное право Германии строить свою армию. Да, у вас там нацизм. И в Великобритании голоса многих вообще не согласны с проводимой вами политикой. Но это ваше внутреннее дело. У нас есть, конечно, безумный человек. Его зовут Уинстон Черчилль. Он постоянно орет в палате общин, что какой-то агрессии какая-то готовится. Ну, мы понимаем, что он очень эмоциональный парень. Он вообще повоевает, все время войной бредит. Это, если вы не видели выпуск про Черчилль, посмотрите. Все его пока держат как алармиста, который бегает по парламенту и говорит война-война, немцы-немцы-немцы. А Чемберлин так не считает. Что было в этом пакте интересного? В этом пакте было то, что, первое, Германия обязывается не применять воздушную агрессию и бомбардировки по отношению к Великобритании. То есть, камон, ребята, у них еще нет авиации никакой. Почему вы страхуетесь от того, что нет? То есть, вас заботит судьба вашего острова. Вы, вместо того, чтобы сказать, подождите, давайте мы сейчас, вы не можете отменять Версальские соглашения, иначе мы вам будем грозить введением войск на континент. Нет, вместо этого они думают, давайте подпишем, что немцы не будут подвергать воздушным бомбардировкам наш остров. А вторая главная история, это соотношение флотов. По подписанному договору Германии благосклонно разрешили увеличить свой военно-морской флот, чтобы он был в пропорции 35 к 100. То есть, вот у Британии есть 100 кораблей, у Германии должно быть 35 и не больше. Это касается и общего количества, и общего тоннажа. И немцы потом всех обманут, потому что они станут строить корабли меньшего размера и меньшего водоизмещения, но супер вооруженные. Потом немцы скажут, слушайте, вот это правильно, хорошее очень 35 к 100, но мы же подводный флот еще будем делать. А, не упомянули? В договоре его, да? Ну, извините, просто ставим в известь, что подводные лодки потом будут. И этого пока в пакте нет, но это обязательно потом появится. Вот этот первый шаг к войне. Спрашивается, зачем англичане на него пошли? Июнь 35-го года. Ну, и вот доминирующая точка зрения, что вообще все, что делает дальше Великобритания и ведущая в ее фарватере Франция, говорит о том, что они боялись Сталина больше, чем Гитлера. Вот они оттуда, от большевизма, они чувствовали угрозу и боялись этого. И этот военно-морской пакт, это чтобы Балтику вручить в руки Гитлеру. Вот за Балтику Гитлер теперь ответственный, главное, чтобы там Сталина не было. Вот одна из версий. То есть, ее можно оспорить, можно сказать, что да, это было так, да, это было не так. Но это версия, которая, в общем, достаточно близко к истине звучит. Вот такой вот документ был подписан Гитлером и Чемберлином. Возвращаясь на годок назад, это тоже очень важно. 26 января 1934 года Гитлер подпишет договор о ненападении с Польшей. Две страны обязуются друг на друга не нападать. Это обычный дипломатический акт, но он важен. Потому что, если он говорит не о союзнических отношениях между Польшей и Германией, хотя, как мы увидим, потом они были союзническими, до как бы мирного соседства. Вот такой документ немцы себе под брюшья обезопасили. То есть, с Польшей договорились о ненападении. Дальше, наступает 1936 год, 25 ноября 1936 года, подписывается антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. Что это за документ? Документ, который говорит о том, что две страны, Германия и императорская Япония, обязуются бороться с большевизмом на разных концах света. Документ с одной стороны странный, где Германия, где Япония. С другой стороны, в международном деле, совершенно не странный. Мы часто, когда видим документы дипломатические, какая-то страна важная подписывает документ с 50 странами очень маленькими. Странами, которые далеко от нее находятся. И говорят, что за бред, зачем это подписано? Но это дипломатический вес. Вот смотрите, еще 50 стран нас поддержали. Не важно, что это там, Зимбабве, Мали и так далее. То есть, поддержали, поддержали. И здесь с Японией, с одной стороны, это, конечно, было так. С другой стороны, у Японии аппетиты на Востоке, в Азии, у Гитлера в Европе. То есть, все логично. И большевиков оба не любят. Позже к этому пакту подключится Италия, где Бенита Муссолини, где фашизм. Они с удовольствием подпишутся под этим пактом. И уже совсем дальше, в 1939 году, Хартистская Венгрия к нему примкнет. И, конечно же, Испания Франциско-Франко. Ну, куда без испанцев. Где против коммунистов, в тот момент, они были всегда в первых рядах. Вот, собственно говоря, такая история разыгралась. И этот военно-морской пакт 1935 года, действительно, важнейший шаг. Дальше, как я уже говорю, наступает 1936 год. И 7 марта 1936 года Гитлер делает еще один шаг. Немецкие войска занимают Рейнскую демилитаризованную зону. Та самая, которая была под контролем союзников, которая была нужна как буферное пространство между Германией и Францией. Это уже не какой-то звонок, это сирена уже бьет. Министры внутренних дел Англии и Франции тоже встречают. Все это безрезультатно. И Британия в очередной раз с немцами дипломатически переписывается и подтверждает воздушный пакт о ненападении. То есть, фактически, они расторговывают эту Рейнскую зону. Французы грозят мобилизацией. Что мы сейчас зайдем, значит, своими войсками. И Гитлер впоследствии будет говорить, и Кейтель будет об этом говорить в Нюрнберге. И по поводу Чехословакии, и по поводу Рейнской демилитаризованной зоны. Что если бы тогда французы дернулись, мы бы хвосты не унесли. Потому что Германия не готова к войне. Но французы посчитали. Экономическая ситуация была тогда фиговая, честно говоря. Они посчитали, что мобилизация будет стоить 30 миллионов франков. Для бюджета это дорого. Ну и черт с ней с этой мобилизацией. А в Англии началась линия, которую проводил Невил Чемберлен. Она называлась умиротворение агрессора. Давайте немцам скормим вот эти несущественные все остатки. Это же их земли в любом случае. Ну, они успокоятся на этом. И Бернард Шоу, великий английский писатель, заявил тогда, что... Ну, а чем оккупация немцами Рейнской зоны? Отличается от того, как если бы Англия оккупировала бы Портсмут. Ну, то есть, это же наша территория. И все. И, собственно говоря, расторговали Рейнскую демилитаризованную зону. Французы никуда не зашли. А потом, когда начались голоса французском политическом эстеблишменте, что надо, конечно, грозить войной, мобилизации, было уже поздно. Потому что немцы там обустроились, стали делать большое количество военных укреплений, ввели армию и так далее и тому подобное. Вот, собственно, так закончился 1936 год. Дальше проходит два года. Как я вам уже сказал, после крушения Австро-Венгерской империи состоялось несколько государств. Это Австрия, это Венгрия и это Чехословакия. И Гитлер делает следующий ход. Нацеливается на Австрию. Что такое Австрия в 1938 году? С точки зрения промышленности страна довольно слабая. Сельскохозяйство тоже не очень сильное. Основная промышленность Австро-Венгерской империи находилась в Чехословакии. Там она и осталась. Только Чехословакия теперь независимое государство. Там живут люди, которые австрийцы, но которые говорят на немецком языке. И чувствуют свою, в общем, многие из них во всяком случае чувствуют свою общность с Германией. Безусловно, нет никакой у меня статистики, подтверждающей точный процент. Кто хотел присоединяться к Германии, кто не хотел. И во многом то, о чем я скажу дальше, будет оценено политологами и историками так, что людям было, в общем, более-менее все равно. Тяжелая экономическая ситуация, а Германия на экономическом росте сейчас. И, в общем, людям было, что присоединяться к Германии, что не присоединяться. И непонятно, ну, проголосовали так, могли бы проголосовать по-другому. Если бы не было давления, никто бы с немцами не пошел, Австрия была бы независимая. Ну, давайте не будем выиграть в все эти ах, если бы. Случилось то, что случилось. Вот есть Австрия, вот есть территория, которая у границ Германии. Историческая общность, общие корни. Когда-то это были все части Священной Римской империи, Германской нации. И так далее, и тому подобное. И Гитлер нацеливается на Австрию. Надо сказать, что Австрия в тот момент не была демократической страной в понимании Великобритании или Франции. Там был глава, премьер-министр Дольфус, который был абсолютно такой правый чувак. Он дружил с Муссолини. Он, в общем, держал там внутреннюю политику в кулаке. И, собственно говоря, был такой термин. Австрофашизм. То есть, они вполне себе разделяли идеологию Муссолини. Больше, конечно, Муссолини, чем идеологию Гитлера. Там не было концлагерей. Но, тем не менее, там была довольно жесткая авторитарная власть. И эта жесткая авторитарная власть, она не хотела никакой общности с Германией. Потому что главным тогда был Гитлер, а не Дольфус. И надо сказать, что Дольфус в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти в Германии, через некоторое время Дольфус запретил деятельность НСДАП на территории Австрии. Потому что она, в общем, мешала ему во внутренней политике. Друзья, я в Дзене запустил свое шоу. Это большой исторический проект, который называется «История еды». Если вы подумали, что это про то, как появились на планете помидоры, или 10 способов о том, как употреблять огурцы, то шоу не про это. Это, в прямом смысле слова, история нашего с вами стола. В четырех сериях мы разбираем генезис потребления еды в России. С дореволюционного времени до нулевых. Что ели аристократы? Что ели крестьяне? Откуда на Руси взялась французская кухня? Что ел советский человек? Что ели в советских ресторанах? Откуда в нулевых начался этот бум на японские суши? Проект я делаю вместе с двумя соведущими. Игорь Олегович Бухаров, владелец легендарного ресторана «Ностальжи». Вообще человек, который очень много значит для моей жизни. Который вообще большую роль в ней сыграл. И мой коллега Трифон Бебутов, который сейчас главный редактор журнала «Правила жизни». Шоу уже доступно эксклюзивно в Дзене на моей странице. Переходите по ссылочке и смотрите. Что еще важного сделал Дольфус и что потом Гитлер учтет? Дольфус сделал очень хороший альянс между правыми силами и церковью Австрии. Они теперь были вместе и они цементировали режим. Ну туда же естественно мы будем говорить про экономику, про финансистов австрийских. Они тоже все это дело поддерживали. Что за границей Австрии было в Германии? За границей Австрии был вообще феноменальный экономический подъем. Потому что Гитлер строил военную машину. Она нуждалась в новых инвестициях. Она нуждалась в новом производстве. И самое главное в огромном количестве рабочих рук. Падает безработица, строятся дороги, заводы. Развивается промышленность. Завод Форда, например, вполне себе сотрудничает с немцами. А компания Opel известная. Вообще General Motors принадлежит в тот момент. Американские деньги в Германии вливаются. Я не хочу сейчас в конспирологии играть. Что вот они тоже ответственны за то, что они вскармили Гитлера. Но по фактам никого это не волновало, что там происходит в Германии. Деньги там можно зарабатывать и слава богу. И вот Германия расцветает экономически. И она начинает в общем пытаться удушить в объятиях Австрию. Огромное количество агентур немецкой инкорпорировано в Австрию. В Австрии НСДАП запрещено. Но тем не менее, все равно там есть люди, которые сочувствуют Германии. И глава австрийских фашистов Зей Синквард, который закончит свою жизнь в Дюйонберге на скамье подсудимых, он вполне себе узнаваемый лидер австрийских фашистов. И собственно говоря, в 1934 году происходит мятеж в Австрии, когда некоторое количество эсэсовцев, некоторое количество агентуры и местных провоков пытаются Дольфуса сбросить с рабочего места. Поднимают мятеж, захватывают Дольфуса, ранят его, требуют, чтобы он подписал отречение. Он этого не делает, не оказывает ему вовремя помощи, он умирает. И Муссолини, который через границу, через Альпы начинает говорить, ну я сейчас войска в Австрию просто введу, что это такое, в легитимную власть, здесь попытались скинуть. Хотя Муссолини, конечно, знает, что за мятежниками стоит Гитлер. И не получается Австрию отжать таким образом. Не получилось мятежом, ну значит надо работать с шпионажем, разведкой и дипломатией. Австрия наводняется сотрудниками СД, Гестапо, СС, Абвера. Пропаганда, которой доктор Геббельс руководит, просто обрушивается на Австрию. Мы единая общность, мы два народа, разделенные одной границей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. И надо сказать, что пропаганда работает. С 1936 года в Австрии новый канцлер, которого зовут Шушник. Он понимает, что дело плохо, потому что немцы продвигаются. Агентуры много, много сочувствующих. А самое главное положение Франции и Англии, которые гаранты вообще Версальской системы, они что-то не особо хотят Австрии помочь. И в общем как-то смотрят на вот эти разговоры о воссоединении Германии и Австрии так сквозь пальцы. Ну будет и будет. И Шушник в 1936 году подписывает союзный договор с Германией. По этому договору Германия получает широкие полномочия. То есть Австрия идет в фарватере немецкой политики. На многие важные административные должности назначаются нацистов, которые прямые не то что симпатизанты, а просто клиентелы, агенты Гитлера. В Великобритании на это опять смотрят, и в Франции тем более, а в Великобритании смотрят вообще на это очень даже хорошо. И лорд Галифакс говорит немецкому послу в приватной беседе, что мы, в общем-то, не возражаем против приобретения Австрии. Вот так идет разговор. Надо сказать, что уже в воздухе война висит. В 1936 году на экраны в Великобритании выходит фильм «Облик будущего». Там самолеты бомбят Лондон, разрывают в клочья Великобританию. Вообще человечество там фактически чуть ли не исчезает с лица земли. Наиболее отважные переселяются в район Персидского залива. Это, кстати, забавно. А другие сталкерами продолжают жить в Лондоне. И вот из Персидского залива потом приезжают люди, которые преодолели этот кризис. Это фильм был по сценарию Герберта Уэллса. То есть такая фактически первая, ну не первая, но одна из первых антиутопий на экране. В общем, все испуганы этими бомбардировками Лондона, которые так снято живописно. И никто, конечно, этой войны не хочет. Потому что все помнят Первую мировую войну. Слишком дорого она была для Европы, обошлась. Поэтому пусть уже... Ну вот суде-то там это... Ну Австрия, значит Австрия. Ну давайте только не воевать. Чемберлин в какой-то момент тоже высказывает свою благосклонность. И дальше на Шушника, на канцлера Австрии оказывается давление. 12 февраля 1938 года ему просто объявляют ультиматум о том, что он должен назначить Зейса Инкварта, это главу австрийских нацистов, на пост министра МВД и начальника полиции. Ну вы понимаете, что это такое, да? Это значит всех силовиков отдать в руки Гитлера. И Шушник подписывает такой документ. Подписывает, потому что он был в этот момент в Берлине. Он возвращается и на 13 марта объявляет плебисцит о независимости Австрии. Там два вопроса. Вы хотите быть с Германией или вы хотите быть независимыми? И Гитлер грозит мобилизацией. И Шушник подает в отставку. В ночь с 11 на 12 апреля по заранее разработанному плану Отто немецкие войска пересекают австрийскую границу. В 4 утра немцы в Вене. 12 марта Гитлер приезжает в Вену. С балкона заявляет о том, что очень он рад, что два немецких народа воссоединились. И это теперь будет одна страна. И вот так родился аншлюз. Дальше 10 апреля будет объявлен плебисцит. Хотите ли вы этого аншлюза, объединения? В Германии тоже забавно. В Германии 99.08% опрошенных ответят да, хотим. А вот в Австрии 99.75%, даже еще больше. Таким образом Австрия становится частью Третьего Рейха. Какая же реакция в мире была, спросите вы меня. И я вам отвечу. Англичане и французы стояли спокойно. Более того, Чемберлин сказал, что Австрия не может рассчитывать на помощь Лиги нации. Мы не будем вас защищать. Советский Союз на это никак не реагировал. А, например, Польша поддержала действия гитлеровской Германии. И сказала, да, это вообще очень хорошая вещь, все немцы должны быть объединены в одно государство. Вот таким образом состоялось скармливание Гитлеру Австрии. Следующим шагом мы подходим непосредственно к тому, с чего начался Мюнхенский пакт, Мюнхенский сговор. Чехословакия. Чехословакия это страна, которая, вот она, которая образовалась в результате распада Австро-Венгерской империи, как я вам уже сказал. Потрясающе развитая экономика, потрясающая развитая промышленность. Завод Шкода производит огромное количество автомобилей, танков, что самое важное. То есть Гитлер получит огромный потенциал. И так уже, после того, как он сожрал Руру, он сожрал Саар, он сожрал Рейнскую область, он сожрал Австрию. И так потенциал и население в Германии растет. Ну, как бы Чехословакия это вообще очень вкусняшка. Что там происходит? Есть Чехия, есть Словакия. Есть территории, где доминирующее количество людей, это не Чехия, не Словакия, это, например, Венгры. И эта часть Чехословакии тяготеет к Венгрии. Есть Тешинские земли, которые тяготеют к Польше, и Польша вообще их считает незаконно аннексированными Чехословакии. А есть Судетская область. И Судетская область это вообще потрясающий такой вкусный кусок пирога. Потому что, смотрите, Чехов 46%, 13% Словаков в Чехословакии на тот момент, 8% Венгров. А немцев 28%. Они проживают компактно в Судетской области, в экономически развитом регионе, с угольными шахтами, с хорошей промышленностью. И вот эта Судетская область лежит в основе кризиса, который закончился Мюнхенским пактом. Надо сказать, что с первых дней прихода Гитлера к власти немецкая пропаганда была заточена под Судеты. Разделенная нация, немцы, которые находятся под гнетом славянских народов, это Чехов и Словаков, отчаянно тяжелое положение, лишение политических прав, тяжелые невносимые экономические условия существования, жизнь соотечественников под угрозой. И Гитлер постоянно возвращался к этой теме. И, собственно говоря, давайте посмотрим, что по фактам происходило там. У судетских немцев была своя политическая представленность. И возглавлял все это движение судетских немцев человек, которого звали Конрад Генлейн. Он участвовал в Первой мировой войне, воевал, потом осел в Чехословакии и был работал учителем физкультуры. Ну, то есть, грубо говоря, сериал «Физрук», только про плохого физрука. И в 1933 году он становится главой партии, которая называется «Судетский патриотический фронт». Она выражает интересы судетских немцев. В 1935 году эта партия называется уже «Судетская немецкая партия». Более того, в 1935 году эта партия Генлейна выигрывает парламентские выборы. Она становится самой популярной из всех чехословакских партий. И постоянно Генлейн говорит, что судеты должны получить широкую автономию. Судеты должны быть вместе с матерью Германии. Но если пока не совсем с матерью, то хотя бы дайте нам широкую автономию. И, естественно, правительство Чехословакии этого не хотело давать. И глава Чехословакии на тот момент, президент Бениш, он делал все, чтобы судеты не ушли. Гитлер начинает свое давление. Риторика такая же, как у него была с Австрией, и такая, которая у него была с Рейнской демилитаризованной зоной. Мы имеем право на защиту всех немцев, которые живут за территорией Германии, но хотят в народную мать вернуться. И судеты – это немецкая земля. Судеты должны быть с нами. Судетские немцы должны быть с нами. И начинается, в общем, прокачка этой темы. И становится очевидным, что Чехословакии, в общем, ничего хорошего не светит. В марте 1938 года Генлейн приезжает в Берлин и получает, в общем, инструкции от Гитлера о том, что мы будем работать на отрыв от Чехословакии. Здесь есть разные точки зрения. Был ли Генлейн сразу фашистом, или он пришел к фашизму и вообще стал сторонником Гитлера позже, а до этого он просто хотел автономии для судетских немцев. Мы доподлинно этого не знаем, не знает этого никто. Факт в том, что физрук после 1938 года, после марта, становится, конечно же, абсолютным агентом гитлеровской Германии. И вот в мае он требует автономии судет сначала, а потом позже он заявляет о присоединении Германии. 22 мая 1938 года происходит первый судетский кризис. Начинается столкновение судетских немцев с полицией Чехословакии. Правительство Чехословакии объявляет режим чрезвычайной ситуации, объявляет военное положение, по сути, в судетской области, вводит туда войска. И, собственно говоря, мятеж этот подавляет. Генлейн бежит в Германию и прячется за спину Гитлера. Что происходит с союзниками? Великобритания настороженно к этому относится. Франция заявляет о поддержке Чехословакии. У них союзный договор. Что Советский Союз делает? Что делает Сталин? Сталин говорит, что мы поддержим и Францию, и Чехословакию. То есть, если будет вторжение со стороны Германии, мы поддержим Чехословакию. Но есть один нюанс. Нет никакой общей границы у Чехословакии и у Советского Союза. И для того, чтобы направить войска на помощь Чехам, надо идти либо через Румынию, либо через Польшу, либо лететь по воздуху через эти страны. У румын очень непонятная позиция. Они не хотят, конечно, никакой агрессии Гитлера в Чехословакию. Вообще это их не очень волнует. И как бы не хотят они, чтобы советские войска шли через их территорию. Но все это как-то закамуфлировано. А вот поляки говорят, что мы не пропустим советские войска. А если советские самолеты будут лететь через нашу территорию на помощь Чехословакии, мы их будем немедленно отковать. И таким образом ситуация подвисает в воздухе. Великобритания отправляет посла, которого зовут лорд Ренсомен. Он едет в Чехословакию для того, чтобы при его последничестве произошли переговоры между главой Чехословакии Бенишем и главой судетских немцев Генлейном. И такие переговоры происходят. Несмотря на то, что уже до этого ордер на арест Генлейна выдали и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, идут эти переговоры. И 27 мая, через 5 дней после этого восстания в Судетах, МИД Франции обнародует интересный документ. Не документ, а как бы на уровне слухов. Что оказывается, есть договор между Польшей и Германией. И касается он Чехословакии. Называется этот не договор, это проект договора. Называется он план Геринга. Что это такое? Ну, в двух словах это раздел Чехословакии. Между Германией, внимание, Польшей и Венгрией. У всех есть население венгерское, польское, которое проживает на территории Чехословакии. Поэтому Чехословакию можно разделить, чтобы всем достались эти аппетитные куски пирога. Венгрия претендует на Прикарпатья, а Польша претендует на Тешинские земли. Все очень просто. И вот такой документ опубличивает. Проект такого документа, во всяком случае. И вот лето, тяжелое лето 1938 года, все проходит в переговорах. Все проходит в этих тенетолкаях между Лондоном, Парижем и Берлином. И по-прежнему Чемберлин, премьер-министр Англии, да и, в общем, и французы склоняются к тому, что надо умиротворить агрессора. Особенно топят за это англичане. Давайте будем скармливать его маленькие кусочки, чтобы избежать большой войны. Единственный только человек, как сумасшедший, бегает и кричит. Не надо ничего, не надо договориться с агрессором. Это Уинстон Черчилль. Но его никто не слушает. Он алармист. Слушайте, ну, это Черчилль, ну, это Черчилль. Он алармист. 7 сентября 1938 года ситуация снова в тупике, потому что опять начинаются столкновения судебских немцев с полицией Чехословакии. Ген Лейн выходит из переговоров. Никакой лорд в английский больше не валиден. Никакое посредничество его ни к чему вообще не нужно. Потому что Бениш-то просит только одного. Дорогие друзья, на нас сейчас нападет Германия. Вы будете нас защищать или не будете? У вас союзический договор вообще-то с нами. Даже Советский Союз хочет нас защищать. А вы-то где? А союзники мнутся и говорят, ну, подождите, слушайте, ну, давайте малой кровью, ну, судеты, ну, что вам судеты-то? Ну, что, свет клином, что ли, на этих судеток сошелся? Давайте так это как-то задвинем под сукной. Это вопрос, там, Гитлеру потом это отдадим. Зато войны не будет. Но Гитлер уже ни под какой сукной не хочет, конечно, класть этот договор. И, собственно, 11 сентября звучит странное заявление французов и англичан. Звучит оно так. Это вообще документ вообще удивительный. Если Гитлер, внимание, начнет войну и вторжение в Чехословакию, то Франция и Англия, согласно своему союзническому долгу, Чехословакию будут защищать. Если же война не начнется, то все требования и претензии Гитлера будут удовлетворены. Ну, вы понимаете, да? Впоследствии, конечно, Черчилль блестяще в парламенте об этом скажет. Но я чуть позже просто прямую цитату дам. Это блестящая речь. Дальше, вы понимаете, начинается лихорадка. Счет идет просто на часы. 12 сентября Гитлер выступает перед своей нацистской партией и говорит, что он хочет мира с союзниками, то есть с Францией и с Англией. Но он ни в коем случае не потерпит притеснений судецких немцев и будет защищать их вплоть до объявления войны Чехословакии. Вот так ситуация нагнетается, нагнетается, нагнетается. 13 сентября мятеж в судецкой области разрастается. Опять туда введены войска. Опять в судетах введено военное положение. Генлейн требует от Гитлера, введи войска в судеты, спаси немцев. Мы все хотим в матушку Германию вернуться. И Гитлер говорит, что по дипломатической линии Берлин сообщает Лондону, мы начинаем войну. Все, ребят, мы не будем бросать своих немцев в судетах. Однозначно, мы начинаем войну. 14 сентября Чемберлин пишет телеграмму Гитлеру. Настаивает на встрече. Надо сказать, что Чемберлин, у него есть хорошие документы, это письма сестре. Удивительно проницательный в кавычках был человек. Он когда с Гитлером встретится, он потом сестре напишет. Все говорят, что Гитлер диктатор кровавый. Мне показалось, что он потерянный, достаточно одинокий человек. Риббентропа, немецкого дипломата, он считал идиотом. В общем, он всех, конечно, оценивал ужасно небрежно. Что и дипломаты-то они не очень. И если там надо будет, в общем, войну мы выиграем. Но войны не хотелось бы. 15 сентября состоялась встреча Гитлера и Чемберлина в Баварских Альпах. К этому моменту происходят следующие вещи. Путь в Судетах подавлен. Генлейн опять бежит в Германию. Выдан ордер на его арест. Бенеш настаивает просто на аресте Генлейна. И вообще всех бунтовщиков, которых можно изловить, всех главарей бунтовщиков, часть этих бунтовщиков ловят и сажают по тюрьмам. Дальше происходит встреча между французами и англичанами. Она происходит в Лондоне. Президент Франции Деладье летит в Лондон, встречается с Чемберленом. Опять ситуация на этих переговорах идиотская. Скорее всего, придется начать войну. А может, просто с Судетами обойдемся? И опять англичане с французами ни до чего не договариваются. А французы, еще англичан, очень обижены за тот самый военно-морской пакт. Потому что их оборона всегда была связана. Они союзники. И когда начинается война, англичане должны перебросить войска на континент и задействовать свой военно-морской флот. То есть безопасность во Франции во многом зависит от англичан. И когда англичане тогда односторонне с Гитлером подписались, они фактически французскую оборону ослабили. Ну и вот опять у них переговоры, и ничего, соответственно, не получается. Гитлер 17 сентября приказывает создать военизированную организацию судетских немцев. Что это такое? Это фактически, ЧВК ее сложно назвать, но нечто среднее между военизированной ячейкой политической партии. Эти люди занимаются шпионажем, терроризмом и диверсиями на территории Чехословакии. И за время их деятельности человек 120 или 100 погибнет. Ну понятно, что один человек погиб, это трагедия, а 100 это уже статистика. Поэтому не придирайтесь, я точную цифру не помню. Тем не менее, они начинают заниматься вредительством. Гитлер продолжает давить на Бениша, на Прагу, и говорит, что он начнет войну. Поэтому Бениш направляет своего министра здравоохранения в Париж, к Деладье. И буквально министр здравоохранения привозит карту, на которой рукой Бениша начерчены были часть судетов, которые Германии готовы отдать. Главное избежать вторжения. Причем, я повторюсь и подчеркну это, Чехословская армия была готова к войне. Она была хорошо вооружена, она не была такой многочисленной, как немецкая, но это был непростой орешек. Тем не менее, вот они прислали министра здравоохранения. Он сначала прилетел в Париж, потом прилетел в Лондон. И показал, что мы готовы, что уж делать, мы готовы часть судетской области отдать Германию. 19 сентября Бениш связывается с Москвой. Что будет делать Сталин, если Гитлер пойдет войной на Чехословакию? И вы знаете, Сталин говорит удивительную вещь. Он окажет помощь, он вступит в войну на стороне Чехословакии. Даже если Франция, как главный союзник Чехословакии на континенте, откажется защищать Чехословакию. Сталин готов ее защищать, но только об этом надо будет попросить официально, а не по скрытым каналам. И решить, конечно, польский вопрос. Поляки непреклонно, мы советские войска ни в коем случае не пропустим. Дальше из Лондона и Парижа на Бенише начинается давление. И ему говорят, что, дорогой, ты со Сталином переговор в сеть заканчивай. Потому что большевизм гораздо хуже, чем нацизм. Вот как только ты подпишешься со Сталином, он тебя будет защищать. К сожалению, эта война может обернуться из войны Гитлера против Чехословакии в европейскую войну против большевизма. А в Англии, в Великобритании это очень популярно. Британия правит, пока большевизм не распространяется. Это одна из таких популярных базовых теорий консерваторов. Дальше в Париже и Лондоне вырабатываются документы. Те земли в Судетской области, уже внутри Судетской области, где более 50% населения, судетские немцы, должны отойти к Германии. Вот такая ситуация. То есть очевидно, что от Чехословакии сейчас отгрызут кусок. Дальше, как в хорошем боевике. Этот боевик, к сожалению, плохой. Все события просто коротким монтажом начинают развиваться. 20-21 сентября посланники Англии и Франции в Праге говорят Бенишу. Если Прага не подпишет договор об отторжении Судетской области, союзники ей не помогут. Если Прага обратится к Москве за помощью, то это будет война против большевизма. 21 сентября Советский Союз в Лиге наций предлагает принять срочные меры в отношении недопустимости немецкой агрессии в Чехословакию. И поставить вопрос, собственно, об этой германской агрессии. Вопросы заминают. Более того, Сталин по дипломатическим каналам Бенишу говорит о том, что мы с Румынией уже договорились, пойдем через Румынию помогать. Но Бениш от этой помощи отказывается. В эти же дни, 21-22 сентября, всеобщая забастовка в Чехословакии и падение правительства. 23 сентября Чехословакия объявляет всеобщую мобилизацию. СССР заявляет о возможном разрыве договора о ненападении с Польшей, если Польша введет свои войска в Чехословакию. 27 сентября Гитлер говорит президенту Франции и премьер-министру Великобритании, что он начинает войну завтра. Чемберлин держит речь в парламенте. И там есть совершенно, конечно, четкая и очень важная для нашего сегодняшнего разговора фраза, когда он говорит о том, что мы не хотим войны, мы хотим мира. Почему бравое и независимое, и смелое, и доброе население наших островов должно опять копать окопы и надевать противогазы из-за конфликта в далекой стране между людьми, которых мы даже не знаем. И, в общем, отбрасывая Уинстона Павловича, все это поддерживают. И говорят, ну зачем нам война? Ну война нам совершенно не нужна. И 28 сентября Чемберлин уведомляет Гитлера. Вы получите все без войны. 29 сентября они собираются в Мюнхене. Чемберлин, премьер-министр Великобритании. Деладье, президент Франции. Гитлер, глава Третьего Рейха и посредник Бенито Муссолини приехал, чтобы верифицировать эту сделку. Обратим внимание, Бениша на доске уже никакого нет. Чехов на эту встречу в Мюнхене не позвали. И подписывается Мюнхенский пакт. Что по этому пакту? Судетская область достается Германии. Тешинский район Чехословакии достается Польше. Районы с венгерским большинством отходят в Венгрии. И, собственно говоря, 30 сентября документ подписывается. И этот документ выносят и отдают посланникам Чехословакии. И, собственно говоря, примите к исполнению. Я Бениша убрал с доски, потому что его нет политически. И он, естественно, жив-здоров. И утром 30-го числа он получает этот документ. И принимает его к исполнению без согласия своего парламента, то есть национального собрания. И по чешскому радио, по чехословакскому радио выступают Сыровы. Это генерал чешский, будущий, кстати, президент Чехословакии. И говорит, что нас принесли в жертву. И на этом Мюнхенский пакт не заканчивается, потому что стороны, довольные собой, разъехались по своим столицам. Это Генлейн, он ни в какую столицу не поехал, он в суде это вернулся. Но дальше подписываются еще два документа. Это документ между Германией и Великобританией. Пакт о ненападении между Германией и Францией. Тоже пакт о ненападении. То есть фактически судеты разменяли на мирный договор. Чемберлин возвращается в Лондон. И знаменитая фотография. Вот Чемберлин, он возвращается в Лондон. И он поднимает на аэродроме документ. И в окружении прессы он говорит, я привез мир нашему поколению. Деладье прилетает в Париж. И Деладье, по воспоминаниям его сына, он боится, что французы его распнут за это предательство. Потому что немцев они ненавидят. И они его распнут. И он выходит из самолета, там огромная толпа. И он понимает, что сейчас, ну не знаю, яйца полетят или бить будут. Все начинают хлопать. И кричать спасибо, спасибо, мерси, мерси. И он на ухо говорит своему коллеге, который с ним летел, по-моему, министр иностранных дел Франции. И говорит, идиот. То есть он-то все понимает, что он-то писал. Зачем они это сделали? Ну, с одной стороны, да, они решили Гитлеру скормить по частям. Ну, вот уже Австрию скормили. Вот скормили Чехословакию. Финляндия здесь не участвует. Прибалтика потом вступит в эту историю. Венгрия и Польша получили свои куски. Ну, да, войну отсрочили. Но есть версия, что, конечно, это соглашение против СССР. Пусть Гитлер получит... Черчилль ведь говорит, слушайте, ребят, вы подписываете эти документы, Гитлер получает прямой выход аж до Стамбула. А там до Черного моря, а там и пшеница, и нефть, и что хочешь. Да, это ему развязывают руки в действиях на Восточном фронте. Но не на Западном же. Поэтому пусть они там со Сталином сами, в общем, как-то вот это разберутся. А у нас здесь войны не будет. Там вообще замечательные вещи. Чемберлин говорит о том, что Германия и Британия это два столпа, которые поддерживают мировое равновесие, европейское равновесие, мирное равновесие. Бенниш по этому поводу скажет. Катастрофа, которую мы не заслужили. Еще цитата Черчилля. Великобритания выбирала между позором и войной. Она выбрала позор и потом получила войну. По другому поводу это было сказано. Мы потом, кстати, разберемся в этой исторической цитате. Вот такая история Мюнхенского пахта. Что дальше? Ну, понятно, что это конец Версальской системы. Тешинские земли у Польши. Бенниш подал в отставку. Гитлер уже, во-первых, 7 октября. Словакия говорит о том, что мы тоже хотим автономить. Теперь мы не хотим быть Чехословакией. Мы хотим быть автономной Словакией. И Берлин это очень поддерживает. 21 числа, 21 октября Гитлер втайне, конечно, говорит о том, что надо готовить документы, план, чтобы покончить и окончательно решить вопрос с остатками Чехословакии. 2 ноября Венгрия получает южные районы Словакии и современную Закарпатскую часть, современной Закарпатской Украины. У Чехии новый президент, президент Гаха. И в Прагу приезжает еще один удивительный ублюдок, это Гейдрих. Гейдрих это глава РСХ, человек, который сделал очень много для решения окончательного, как они это называли, решения еврейского вопроса. Очень много сделал для вообще системы концлагерей. И в частности для Чехословакии он сделал много ужасного. Он стоял за спиной подготовки всех военизированных диверсантов, всех заброшенных туда агентов. И вот он приезжает в Прагу и начинает готовить антинемецкие выступления. Зачем? Чтобы чехи выступили и немцы ввели войска в остатки Чехословакии и забрали себе все. И по Праге ездят машины с репродукторами, где люди из Министерства внутренних дел говорят, уважаемые прожане, действуют провокаторы, не надо антинемецких выступлений, сохраняйте спокойствие. Но это уже, конечно, никого не волнует. Будет провокация, не будет. Поэтому судьба Чехословакии никого не волнует. Более того, Мюнхенский пакт, он же касался только Судетской области. Там же не было написано, что Гитлеру запрещено захватывать всего Чехословакию без остатка. Не было же такого. И Гитлер так считал. И 15 марта новый президент Чехословакии Гаха вызван в Берлин. И ему там сказали, старичок, у тебя какое-то там волнение. Смотри, Словакия уже, ну Польша получила свое, Венгрия свое получила. Словакия заявила об автономии. И мы вообще-то так видим, это Словакия, Судетские земли и часть оставшейся Чехии, как Беменон Мерен, Богемию Моравию. Это же старые немецкие курфюршества. Если ты историю вообще знаешь, ты знаешь историю? Это вот наши земли теоретически, исторически. И 15 марта Гаха подписывает документ о том, что он вверяет судьбу чешского народа в руки фюрера Третьего Рейха. Вот такой-то унизительный, лицемерный документ. И Гитлер выступает, тоже Геббельс выступает. И говорят, что да, мы должны взять на себя ответственность. Ну мы не можем же Чехов бросать в такой ситуации. Страна распадается на части. Ну как, это failed state, говоря современным языком политологии. Мы должны, конечно, взять их под свое крыло. 14 марта 1939 года Словакия выходит из Чехословакского государства. Объявляет о независимости. И, собственно говоря, с Чехословакии покончено. 15 марта 1939 года Гитлер в Праге. Он говорит, что он очень рад, что чешский народ доверился его рукам. И все будет теперь хорошо и отлично. И, собственно говоря, он делает там, конечно, совершенно блестящее по цинизму. Ну и по откровенности заявление. Говорит Адольф Гитлер следующее по поводу всей этой чешской истории. Я не хвалюсь, но должен сказать, что сделал я это действительно элегантно. 15 марта 1939 года вся эта конструкция из Словакии и Чехии получает название протекторат Богемии и Моравии. Надо сказать, что 19 марта 1939 года Советский Союз направляет дипломатическую ноту в Берлин. И в ней говорится о том, что мы не признаем аннексию. Мы не признаем и признавать ее не будем. Польша признала все, Венгрия признала, мы не будем. Интересный момент вы о нем слышали, если смотрели выпуск про покушение на Гитлера. В этот же момент, в момент вот этой судецкой истории, немецкие генералы готовят заговор. И они готовы уже поднимать восстание и скидывать Гитлера. И когда они видят, что в Мюнхене французы и англичане всех сдали, они говорят, ну какой теперь заговор. Вы представляете, какой авторитет у Гитлера. Он без единого выстрела получил Австрию. До этого он получил Рурскую область, Рейнскую зону. И сейчас он получил суде. Это без единого выстрела. И все, Чехословакия. Ну какой заговор. Ну кто нас поддержит. И все, заговор сорван. А дальше пошло-поехало. 23 марта 1939 года. Вольный город Мемель, который нынче называется Клайпеда. Немцы милостиво обращаются к Литве и говорят, там немецкое население в Мемель. Вот, можно город на базу? Мы из него базу сделаем, войну морскую. И Мемель уезжает в Третий Рейх. Остаются на карте венгры и поляки в Центральной Европе. Ну венгры сразу присягают Гитлеру и говорят, что мы в общем с вами... А поляки вроде тоже союзники. Но там есть нюанс. Вольный город Данцик. Это так называемый пресловутый этот польский коридор. И собственно говоря, немцы начинают давление на своих вчерашних союзников. И говорят, давайте сделаем шоссе. Их стерриториальный статус. Переселим немецкое население из Пруссии в Данцик. Вот что-то такое сконструируем. А мы вам, полякам, гарантируем земли, которые нынешние советские земли, территории. Там часть Белоруссии, Украины. И там от Литвы вы что-нибудь откусите. Вы нам отдадите Данцик. А поляки упираются. Они не хотят ничего отдавать. Мы вчера союзниками были. А вы с нами сейчас хотите как с Чехословакией поступить. И надо сказать, что здесь французы и англичане тоже говорят, что если будет агрессия в отношении Польши, это мы точно не съедим. Мы уже съели три ведра. Вот не хочу в эфире это говорить. Но четвертой мы есть не будем. Мы объявим войну. Дальше происходит еще одна вещь, которая к нашей истории, ну как сказать, не имеет отношения. Не имеет, конечно, она отношения. 14 апреля президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт пишет письмо Гитлеру. И буквально состоит оно из следующего. Мы видим, что вы готовитесь к войне. Война эта угрожает миру. Только что Первая мировая закончилась, а вы опять. В общем, я не буду, я цитирую его, естественно, близко к тексту. Дальше идет перечисление стран. От Венгрии до Советского Союза. Вы, Гитлер, должны гарантировать, что вы не угрожаете этим странам. И вы не готовы и не хотите в отношении них развязать войну. И тогда мы будем поддерживать экономические связи, международную морскую торговлю, тра-та-та-та-та-та. Ну, над этим письмом, а это 28 апреля, а надо сказать, что с 3 апреля уже запущен в работу план Вайс. Это нападение на Польшу. Уже разрабатывается, какие дивизии куда пойдут, как будут входить. И как Гитлер получает это письмо, у Муссолини копия этого письма есть. Гитлеру говорят, что это письмо Рузвельта, это письмо человека, который болен детским параличом. Просто он идиот. Как он может мне письма писать? Он что, нам угрожает, что ли? И вообще на письмо этого умалишенного человека Рузвельта отвечать не надо. Но Гитлер ответит. 14-го приехало письмо, 28-го он будет выступать в Рейхстаге. Скажет буквально следующее, что, во-первых, это, конечно, иезуитский абсолютно ход. Все перечисленные страны, немцы вступят с ними в контакт и получат письмо от всех этих стран, что мы не считаем, что Германия нам угрожает. Там задержка будет с правительством Литвы, потому что они не понимают, кого ответы от них ждут-то. Сейчас, если напишешь, что не угрожает, значит, сейчас вступит. А если напишешь, что угрожает, то точно вступит. И вот Литва замешкалась, но потом ответила, что нам тоже Германия не угрожает. И Гитлер, потрясая этими ответами, говорит, что а вы кому вообще? Подождите, вы говорите, что мы агрессоры. А вы, значит, демократии вот эти западные. А Палестину кто сейчас отторгает и туда, значит, бросает ее в руки сионистов? А чьи бомбы на Ближнем Востоке рвутся? Если там написано, сделано в Германии, там написано, сделано в Соединенных Штатах Америки или сделано в Великобритании, а вы говорите, что вы демократы. Не вы ли доили нашу страну, унижали нашу страну? Еврейская пресса раздувала и подстрекала наше население к мятежам. У нас была ужасная экономика. Я всю экономику сделал. Я вернул Германию на политическую карту. У нас экономический рост. И теперь вы нам грозите? Вы считаете, что мы агрессоры? А не вы ли негров угнетаете? А индейцев? Ну и так далее. И в общем это было совершенно длинное, огромное письмо. Ну дальше вы все без меня знаете. Дальше осталось доесть Польшу. И 31 августа состоялось нападение. Радиостанция Гляевец. Якобы поляки немецкую радиостанцию захватили. На самом деле это были переодеты в польскую форму немцы. Предъявлены были их трупы. И собственно говоря с провокации 31 августа начинается уже активная фаза горячих действий. Конечно 23 августа был подписан пакт Молотов-Риббентроп. Многие говорят об этом, что вот он-то развязал руки Гитлеру. Мы в отдельную передачу это вынесем. Поговорим про пакт Молотов-Риббентроп. Потому что если сухой одной строчкой Советский Союз перед 24 августа 1939 года уже оказался в ситуации, когда все все с Гитлером подписали. Только он не подписал. Чтобы хоть как-то гарантировать отвести войну еще на несколько лет. Ну давайте слушайте. Это отдельная тема. 31 августа Гляевец. И 1 сентября вторжение в Польшу. И 6 октября Польша капитулировала. Вот такая вот история Мюнхенского пакта. Давайте посмотрим, что с нашими героями стало. Ну с Гитлером вы знаете и без меня что стало. Гейдриха взорвут в Праге. Он скончается от раны. Муссолини повесит. Гинлейн будет управлять Судетской областью. И в 1945 году попадет в плен к американцам физрук. И физрук вскроет себе паховую вену и умрет от потери крови. То есть фактически покончит жизнь самоубийством. Странно мы пока с доски уберем. Господин Чемберлин в 1940 году уйдет в отставку. Премьер-министром Великобритании станет Уинстон Черчилль. В 1940 году Чемберлин умрет от онкологии. Деладье в 1940 году, когда немцы уже начнут агрессию в отношении Франции, убежит в Марокко. Там его арестует вишистское правительство Франции. Передадут немцам. В 1943 году его поместят в Бухенвальд. А потом переведут в австрийский замок Иттер. И там он будет сидеть до конца войны. И умрет он в 70-х годах нашего времени. Политика умиротворения закончилась ничем. Причем такие бесноватые вещи были. А давайте Гитлеру дадим судеты. И еще, например, дадим колонии Бельгии и Португалии. Ну, чтоб он вообще совсем успокоился. Там такие Чемберлин гонял телеги. Единственный человек, который Рузвельт умрет уже после того, как, в общем, Вторая мировая война практически закончится. О Бенише я не сказал. Бениш возглавит правительство в изгнании. Уедет в Лондон. Потом вернется и станет президентом Чехословакии. Когда она уже будет советской Чехословакии. Но со своими буржуазными манерами Торча Сталина, конечно, устраивать не будет. И в 1948 году Климент Готвальд, чешский проверенный товарищ коммунист, сменит Бениша и станет президентом Чехословакии. Чем бы хотелось закончить? Ну, вот, собственно, факты все я вам изложил. Закончить хочу Черчиллем. Ну, во-первых, давайте разберемся с позором и войной. Цитата дословно звучит так. И не Чемберлин, это Черчилль говорил, а писал своему другу Ллойд Джорджу. Писал он 13 августа 1939 года, то есть за месяц почти до Мюнхенского пакта. Писал следующее. Выбор Мюнхен. Выбор между войной и позором. Я думаю, что в следующие несколько недель нам придется выбирать между войной и позором. И я почти не сомневаюсь, каким будет наше решение. Вот так он написал Ллойду Джорджу. Он понимал, что сдадут Чехословакию. 5 октября блистательная речь Черчилля в палате общин. Говорит он следующее. Что вы все аплодировали только что Чемберлину, который сказал, что я привез мир нашему поколению. А на самом деле мы потерпели полное и безоговорочное поражение. И в этот момент из зала кричит Леди Астер. Какая чушь! Леди Астер, феминистская, эмансипированная женщина. Дочь миллионера, жена миллионера, которая только в Англию из Америки переехала. У нее блистательный клуб, у нее и у мужа, куда вся элита приходит, приезжает к ним в поместье и там, значит, собирается. И вот она кричит чушь. Ну, Черчилль на нее смотрит, как Бульдог говорит, можно все-таки я там вектор разомну дальше. Черчилль говорит буквально следующее. Что мы проявили себя совершенно ужасающе. Все это закончится для нас катастрофически. Мы избавили Гитлера от необходимости воровать куски пирога со стола по отдельности. Вместо этого мы ему преподнесли весь пирог на блюдце. Леди Астер еще раз что-то взвизгивает. И он ей говорит, я, конечно, прошу прощения, я понимаю, что вы школу хороших манер. Недавно закончили. С уважением к вам. Все-таки здесь принято, здесь парламент, принято заканчивать. И он продолжает и говорит буквально следующее. Я хочу эту сделку, которую мы подписали, описать простой очень формулировкой. И, собственно, этой цитатой я хочу закончить. Сначала злоумышленник на нас наставил пистолет и потребовал один фунт. Мы отдали. Потом он потребовал еще два фунта, держа нас на мушке. А потом злоумышленник неожиданно пошел на уступки и согласился взять у нас не два фунта, а один фунт, 17 шиллингов и 6 пенсов. И взамен гарантировал, что в будущем между нами не будет никаких войн и никаких противоречий. Мы эти деньги отдали. Несомненно, это приведет нас к катастрофе. Черчилль станет премьер-министром военного времени и, конечно, только его бульдожьяхватка во многом спасет Британию. И он будет говорить в этой речи в октябре, что я требовал усилить ПВО, построить воздушный флот, который будет превосходить немецкий в 3-4 раза. Ничего этого не было сделано. Вы только об этом начинаете говорить. Два года назад надо было говорить, а вы подписали с Гитлером военно-морской пакт и так далее и тому подобное. Черчилль во всем окажется прав. Никто его не послушал. Мюнхенский пакт подписали, сдали Чехословакию, усилили Гитлера. Для справки, танки, которые он получил в результате аннексии Чехословакии, эти танки составили 5 танковых дивизий. У немцев своих танков было очень мало. А чешские танки Татра были очень хорошие. Вот дальше, вы все знаете, дальше, к сожалению, началась Вторая мировая война. Продолжение следует...